Передаем важное правительственное сообщение граждане и гражданке Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 22 июня, 74 года назад, началась самая страшная в отечественной истории война. Около 200 тысяч приморцев ушли на нее и более 70 тысяч с нее не вернулись. День памяти и скорби, возможность вспомнить о них, а также понять весь ужас и трагизм повторения кровавых событий. Известие о войне застало Лидию Ивановну Негода прямо за школьной партой. Ей было 17 лет. Признается, что тогда ни она, ни ее друзья в силу юности и беззаботности в полной мере не смогли осознать ужаса всей ситуации. В учебе, знаете, дети всегда как-то воспринимают, что это страшное, а до сознания такого еще не доходит. А когда уже родители призывают в армию, тогда только. Но, так как у меня отца призывали в армию, мне от учебы мама моя сказала, говорит, что я не могу, тогда учеба была тоже платная. И она сказала, именно в институте платная. Поэтому она сказала, что придется оставить. У нас у мамы было на изделение еще дети. Поэтому мне пришлось учебу оставить и идти на работу. Война не сломала Лидию Ивановну и сотню других фронтовиков, которые по сей день хранят в памяти события того страшного для страны времени. Сегодня они главные участники традиционного митинга и памятного шествия, цели которых – почтить память всех тех, кто не вернулся с войны. Принять участие в торжественных событиях пришли также сотни горожан. Собираться на центральной площади неравнодушные жители начали уже около 11 часов. Помимо ветеранов, среди участников – представители администрации, студенты, курсанты, родители с детьми. Война так или иначе коснулась каждого из них. У меня дедушка, прадед, воевал сначала на реке Ханкингол. И он там выжил, воевал спокойно. Это было до начала Великой Отечественной войны. А у меня бабушка воевала. Она была медсеструю и особо не дошла до конца войны. Но поддержать ее, почтить память – вот пришли. Равнодушных к событиям Великой Отечественной войны в этой колонии нет. В глазах у многих слезы, в руках свечи, как символ вечной памяти. С ними горожане длинной колонны прошли вдоль корабельной набережной до мемориала подводной лодки С-56. Всего в праздничном шествии приняло участие около 500 человек. Чуть меньше, чем на час сотрудниками полиции было перекрыто движение от дома номер один по улице Корабельная набережная до пересечения со Свердландским переулком. Но сразу по окончании торжественных мероприятий дорогу открыли для движения. Марина Болешева, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.